короче привет мои маленькие любители экстремизма сегодня с нами ромчик ромчик говорит сразу погромче потому что в прошлый раз я испытывал трудности с монтажом потому что нужно было везде повышать громкость у человека который говорил рядом со мной у него есть инстаграм возможно его ухожу если меня не лень будет монтировать хотя и так никогда ничего не монтирую короче сегодня у нас обзор максимально динамичный я хотел рассказать про лизовку максимально быстро это а у брайана ноэса офигеть 2 версия и у меня уже был обзор на первую версию у меня была ровно такая же только первая версия точно такая же розовая только первая версия на канале больше года назад я покупал на суде рождением в 2020 год еще раз 21 год или нас очень число 21 июля начинаем рассказывать про неё глибом из кекли сфоткаться короче мы начинаем обзор сначала фоточка спасибо все действую короче чем она отличается от первой версии почему я в честь снимают обзор потому что они вроде как улучшили прочность этой доски но это вроде как я не уверен на самом деле но могу сказать лишь что шея стакана стала чуть шире чуть толще стали вот эти как раз таки ребра жесткость так скажем паутинка в простонародье шея стакана сам стакан стал немножко другим чуть-чуть облегчили его поменяли конструкцию и я тут смотри у тебя как раз пейсер стоит снизу на вилке это значит того что тебя вилка терлась об доску да они так и не исправили эту ситуацию даже сам the world про скутерс они говорят что нужно брать напильник и вот тут вот стачивать нижнюю часть потому что эта доска спроектирована специально под пошли под подшипники а о которые назывались тайтан тайтан хедсет он назывался вот эта вот рулевая которая была чуточку выше чем обычные подшипники ну и короче ты либо используешь проставку тут вот краски и и хорошо видно даст на камеру вот так она выглядит видно прекрасно либо ты используешь напильник это я уж понятно объясню что дальше классного эта версия 22 на 58 то ли точно такая же как у меня что поменялось еще машинка машинку нарисовали девочку нарисовали в маске типа карантин все дела и новый фэнтер не волнуйся про стакан и сейчас еще расскажу чуть позже но давай сначала фендер фендер у нас новый и он офигеть какой легкий он реально очень легкий они буду горит сколько грамм он весит но поверь он не такой тяжелый скажи мне пожалуйста в комплекте шли ли сюда спейсера под радиксов да 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 в прошлой версии спейсера в комплекте не шлиф я прям покупал в ксс с коробкой прямо запечатанную заклеена еще никто в нее не лазил этот точная информация в ней не было спейсеров для радикс по этой же в комплекте они идут это меня шокирует вот лично меня как обладателя колеса радик я обожаю колеса радикс и наверное остаток же тебя катаюсь именно на них короче динамичный обзор продолжается говорю про стакан короче они вот как тут показать вот компот блять они смотри вот тут увеличили толщину стакана в этой области если меня вы сейчас будет не лень я обязательно покажу материалы из прошлого обзора покажу ученым да как бы блять ими этого обыграть абреган короче смотри еще завел такую вещь я не помню было ли это на моей но здесь короче более плоский такой максимально плоский где колбаса уйти аса колбаса маму ты увидел курсах короче смотри у нее более плоский сварный шов на бланте более плоский блант ничего тут больше не торчит они полностью поменяли систему крепления стаканок доски это меня охереть как радует потому что на прошлый но с реально было проблематично делать бланты ну не не то чтобы проблематично просто немного некомфортно потому что здесь как раз таки торчал стакан вот тут вот и туда он заварился двумя заглушками теперь же эти заглушки они максимально маленькие вот тут вот и вот тут вот две такие штучки дрючки я бы хотел сказать по-другому но нельзя говорить таки словно ютубе насколько я замечаю она да она все же также сильно гнется по бокам как и прошлое но нет ни смысле не сильно но продолжает гнуть также как и прошлое но если вы кого-то так ударить она гнется многие меня спрашивали нормально ли то что вот это вот часть она не до конца фрезерована да это нормально это было на первых нойзах у меня была чисто дырка у кого-то здесь просто вот такая небольшая ниша углубление так скажем вот мне реально понравилась эта тема что они сделали с доской но опять же смотри сюда стакан нас как песочные часы были то есть вот тут он тоненький и вот тут он расширяется и вот в этом месте они ломаются лично я вот не считайте мое мнение вот данный момент авторитетным в данный момент особенно я имею ввиду но я бы брал напильник и стачивал вот эти острые грани с таким небольшим радиусом закруглением так скажем специально чтобы сбавить напряжение короче снизить концентрацию сил короче равномерно распределись на вот этом угле то есть я бы стачивал чтобы бы сделать закругление чтобы она дольше жила то есть перечень они не будут идти но это по моему мнению и да вот кстати говоря точность фрезеровки этой доски не стало лучше по сравнению с первой версии потому что с мариком я до сих пор замечаю вот видишь прямо тут вот тут видишь такая штука торчит это криво открыванная доска и это было раньше это дерьмово блин ну как бы она стала дороже но она не стала значительно лучше а сколько она сейчас стоит 15200 рублей говори громче реально ни хера не слышит 15200 это со скидкой или без 15200 а 6 и 5 она по моему стоит 60000 и 18 по моему 16000 это одна из причин почему не взял такую доску 16 косарей за что ты отдаешь за что я не понимаю раньше на стола 12000 это были великолепные деньги за такую деку сейчас же я не понимаю в чем прикол я распоминаю кстати говоря мне предложили на ровно такую же только 6 и 5 на 22 и 5 махнуться когда у меня была моя 66 я только ее купил и мне предложили на 65 махнуться я по приколу в барахолку мисал пост но я почему-то отказал сейчас я об этом реально жалею потому что она бы жила дольше чем вот это вот наоборот вот это бы жила дольше чем моя 66 короче стакану несколько лет на мой взгляд покрасивше то есть он сейчас роли красивенький и я наверно передам тебе слово говоря опять же громко не забывай что ты хочешь сказать мне по эту доску ну хорошо но этой доске очень плавно скользить громче вот удобно стоять на планте она я думал что будет слишком тяжелая но это было не так как как так у меня был отряд медуза она весила килограмм 800 грамм вот а это весит два килограмма 200 грамм нет она не 2 200 весит она весит меньше это я точно забышь 2 200 весит 6 и 5 самый большой в самом большом размере да хоть свистеть не мешай мне тут никита попей мохи то блин короче она весит около двух килограмм 50 грамм моя 6 и ой 5 и 8 и настолько весила да я сделаю ставку нужно висит 2 100 где-то так потому что до посещению то это 2 100 чё еще потом ставишь сколько она здесь но я реально посмотрю на гизма не обычно пишут правильные цифры веса извините просто нет возможности снять и провод действительно замерить реальный вес могут сказать лишь то что спейсер у нее стальные это круто и они не будут не гнутся не меняться ничего вот этого вот что сука происходит с досками и истриг какие еще там есть я не знаю какие-то доски еще есть честно я забыл сколько там нас обзор идет семь с половиной минут блин знаешь я думаю еще пару слов можно вкинуть я могу сказать что у нее хорошо сблансирован вес то есть она стакане более или менее лёгенькая палуба более или менее лёгенькая то есть она примерно одинаково она примерно хорошо крутится вполне не сказать что у нее супер тяжелый зад но смотри проверка на киклес я хоть киклеса не умею флэт но смотри ну смотри движение она как минимум идет и это хорошо мне это радует типа движение идет это уже вообще супер еще чё интересное про бланк и мы снимали блант на моей нейтив смотрите что с этой доской чекай чел просто грани не хватает чтобы встать на нее и на ней искалить нормальной бланте она очень удобно что и касается крокет грайндов к руки для на ней идеально прям вот она сделана под них у нее плоский круг грув удобно скользить вот так вот на периле не особо конечно но на грани уже удобнее на прошлый но из вообще невозможно было делать крути по периле она просто всегда соскальзывал мне то что план был вот такой блять полукругло это я не знаю как делать чё по моего папе там нормально пойдет единственно не нравится то что вилкой за это из-за вот этой проставки она чуть длиннее и типа ну вот что происходит либо теряться вилка либо неудобно кредитный фифтах ну вот короче рекомендую как-нибудь решать это по другому бля идут девки привет глеб хлеб здрасте всем а пошли уйдем отсюда вилка